Если мы посмотрим вообще реально от мотоцикла, он отличается особенно сильно передней вилкой. Потому что если это обычно напрямую крепится к стойкам, к опорам, то здесь еще спереди есть дополнительное, как раз для повышения проходимости по бездорожью. Руководитель патриот-центра Никита Кузьмин, кажется, знает об этих экспонатах практически все, включая мельчайшие детали. Реальные каски с пулевыми отверстиями, осколки мины снарядов, танки, пушки, минометы. Вернее, их 3D-проекции на таких вот вентиляторах. Самый страшный, в принципе, обстрел это минометный, потому что после артиллерийского обстрела остаются воронки, в которые может военнослужащий спрятаться. А после минометного обстрела, если ты заранее не выкопал локоп себе, тебе деваться некуда. Еще одна интерактивная опция – возможность побыть Егоровым или Контария и водрузить флаг над Рейхстагом. Виртуальная экскурсия знаменосцы Победы через VR-очки переносит в Берлин 45-го. В другой реальности побывать можно во всех точках Рейхстага, где развивалось Красное Знамя. То, что мы сейчас здесь видим, это результат совместной работы поискового движения России, регионального отделения. Они предоставили находки поисковых экспедиций с мест боев. Это военпатический клуб имени Федора Политаева, который предоставили образцы техники, стилизацию определенную, объекты материальной культуры того времени. То есть это то, что от них. Вот с нашей стороны предоставлена также выставка акции «Эстафета Победы». Пока что из-за коронавируса музей принимает группы только по предварительной записи. В основном по субботам и воскресеньям. Экскурсия примерно минут 40. Абсолютно бесплатно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».